Голикова и главой счетной палаты Татьяна Алексеевна, добрый день, спасибо, что согласились к нам прийти. Сейчас действительно актуальная тема, это то, что происходит в регионах, в частности, новгородский регион, хоть и говорит, что не объявлял дефолта, но были там сложности с выплатами, хотя потом они успели их реструктуризировать, поэтому дефолта не произошло, но по оценкам высшей школы экономики, порядка 20 российских регионов испытывают, в общем, достаточные сложности со своими долгами и возможные дефолты. Вот как вы видите эту ситуацию? Ну, я думаю, что у нас есть все основания не доводить ситуацию до дефолтов регионов. Ситуация с государственным долгом регионов, она действительно серьезная. На 1 июня 2015 года долг регионов 2 триллиона 93 миллиарда рублей. В структуре долга 37% это коммерческие кредиты, и, в общем, не происходит каких-то существенных изменений по структуре долга, несмотря на ту финансовую помощь, которую федеральное правительство оказывает регионам. А куда же она идет, эта финансовая помощь? Ну, она, очевидно, не в тех объемах, в которых хотелось бы регионам. Конечно, реструктуризация проводится, но она проводится в том числе и на очень жестких условиях. И есть дискуссия по поводу того, стоит ли смягчать эти условия, при которых проводится реструктуризация, выделяются бюджетные кредиты на цели реструктуризации коммерческих кредитов. Есть разные мнения. Кто-то считает, что нужно ко всем подходить одинаково, кто-то считает, что в тех регионах, где ситуация критическая, можно по-другому, более мягко посмотреть. А вы как считаете? Первое, что я считаю, что не нужно списывать задолженность. Второе, я думаю, что есть все основания у Министерства финансов и у правительства поработать с этими регионами, которые сейчас находятся в сложной экономической ситуации и, безусловно, не допустить дефолта или ситуации близкой к дефолту, потому что регионы России и их бюджеты, хотя и самостоятельные, но они не одиноки. Все-таки есть финансовая помощь из федерального бюджета, и я думаю, что такого рода финансовую помощь, очевидно, нужно оказывать и не доводить ситуацию до критической. А вот по вашим оценкам, какое количество российских регионов сейчас испытывают сложности? Вы согласны с оценкой Высшей школы экономики? Ну, она, если говорить о дефолте, ну, я бы так категорично не стала оценивать эту ситуацию, но при этом я бы обратила внимание на другое. Внешне кажется, когда мы смотрим консолидированный бюджет, что у нас профицит на 1 июня, вроде как все хорошо, но на самом деле этот профицит мнимый, он традиционно складывается в течение первого полугодия, а во втором полугодии начинаются основные расходы и все те самые проблемы с дефицитом, с исполнением расходов, которые мы каждый год имеем. На наш взгляд, работать надо не с 20, а с 37 регионами, у которых есть проблемы с дефицитом и с государственным долгом и с возможностью покрытия этого долга. Поэтому я думаю, что было бы целесообразно здесь и Минфину, и правительству прямо предметно и детально заниматься с бюджетами этих регионов. Вы, кстати, говорили недавно о скрытых резервах экономики, вот буквально вчера вы рассказывали о том, что они действительно существуют. Расскажите про это поподробнее, что это такие за резервы и почему мы о них вдруг недавно буквально от вас услышали? На самом деле мы говорим об этом не первый раз, мы говорим об этом второй год. Просто в прошлом году мы об этом говорили несколько осторожнее, и нам нужно было получить подтверждение, и мы его получили по итогам исполнения бюджета за 2014 год. Мы действительно вышли на, я называю это средства бюджетные, но около бюджета. Это как? Они, собственно, вышли из бюджета, часть средств, но цели, на которые одни предназначались, не были реализованы. Ну, давайте я вам приведу пример, чтобы это было понятно. Я его тоже здесь все время привожу. Государственные услуги в сфере образования, здравоохранения, культуры, там, сельского хозяйства, развития промышленности и так далее. Можно продолжать список. На которые выделяются соответствующие бюджетные ресурсы. Чтобы было понятно, о чем идет речь, вот, например, в 2014 году на такие государственные услуги было выделено порядка 657 миллиардов рублей. И в то же время на 1 января 2015 года оказалось неиспользованными бюджетными учреждениями, которым эти деньги были переданы, почти 209 миллиардов рублей. То есть это как бы треть от выделенных средств. Это накопленные не за один год. Это накопленные практически за два года ресурсы, не выбранные. За 2014, по-моему, прирост составил 68 миллиардов рублей, что, в общем, тоже достаточно приличная сумма. Переводя на доступный язык, это означает, что население от этих сфер не получило соответствующие государственные услуги. Надо задаться вопросом, почему, разобраться с этим. Я думаю, что у правительства сейчас есть все основания, как раз при формировании бюджета, разобраться, почему же это было не исполнено. Это что, излишне переданные деньги? Или это действительно какая-то нерадивость, в силу которой мы не использовали тот ресурс, который был? Вы простите меня, пожалуйста, за наивность. Я, может быть, совсем плохо в этом разбираюсь, и это так и есть. Но я так понимаю, что ведь эти средства выделяются не просто так, не под честное слово, они выделяются под вполне конкретные цели, которые обозначены, просчитаны и прописаны в бюджете. То есть как может быть так, чтобы они не израсходовались в сфере здравоохранения особенно и образования? Здравоохранение, например, 25, по-моему, с небольшим миллиардов рублей, остатков, которые не были использованы на государственные услуги, но, очевидно, кому-то не была оказана медицинская помощь. Какая? Ну, я сейчас не знаю, с этим нужно более детально разбираться. Образование 49 миллиардов рублей. Значит, не были предоставлены услуги. Культура там 8 с чем-то миллиардов рублей. Ну, тоже, наверное. А не встает в этот момент вопрос о качестве госуправления? Еще как этот вопрос встает, более того, он встает еще и потому, что когда мы более детально анализируем, как предоставляются услуги и как формируется бюджет, когда эти услуги планируются, и мы видим, что по однотипным учреждениям, находящимся, скажем, в ведении одного и того же министерства, оказывающим одинаковые услуги. Разница в стоимости в разы, в миллионы раз есть. Есть услуга, например, стоит рубль 25 копеек, я все время привожу этот пример, а есть за то же самое 1000 рублей, 1000 рублей 250 копеек, ой, 25 копеек и так далее. А приведите, пожалуйста, какой-нибудь конкретный пример на примере конкретной организации. То есть это, например, может выглядеть как, если это сфера здравоохранения или образования, так, чтобы более широкой аудитории было понятно? Я просто скажу, что сферу образования и здравоохранения мы в этой части так детально пока не смотрели. Могу только сказать, что мы зафиксировали, что в сфере, например, здравоохранения, в ряде учреждений средства были, наоборот, исполнены полностью, а услуга не предоставлена. То есть произошло... То есть речь идет о воровстве, по сути? Я бы так это пока не квалифицировала, это не наша компетенция, это правоохранительные, но речь идет о перерасходе. Или не о перерасходе, или о некорректно посчитанной стоимости услуги, что тоже возможно, потому что вот как раз примеры, которые я говорю, когда в разы отличаются, и здесь тоже не исключение, может быть, тоже только не в разы, но если идет полное исполнение, а услуга не предоставлена, значит, наверное, если это не перерасход, то где-то ошибка в нормативных затратах, которые должны ложиться в основу расчета стоимости этой услуги. А вот такие выпиющие случаи мы фиксировали в сфере сельского хозяйства и в сфере ввод ресурсов по функционированию учреждений, которые находятся в их ведении. Ну, я думаю, что когда пойдут конкретные проверки, мы это увидим и в образовании, и в здравоохранении, и в культуре. А когда они пойдут? Ну, мы традиционно, это у нас плановая работа, сейчас просто у нас нет в планах каких-то конкретных проверок, но мы будем по закону о счетной палате смотреть, как формируется бюджет на 2016-2018 год, и смотреть как раз те объемы ресурсов, которые запрашиваются, и которые потом попадают в бюджет. И эти факты, которые мы выявили на исполнении, будем обязательно проверять.